Довольно давно на моём канале не выходили свежие подкасты, всё дело в том, что последнюю неделю я активно веду трансляции на своём твич. На них мне приходится проводить по 10-12, а то и 15 часов в день, что связано с розыгрышем различного количества призов, про которые мы говорили немного ранее. Именно поэтому новые выпуски давным-давно не выходили на канале. Тем не менее, сегодня мне бы хотелось с вами поговорить на одну очень важную тему. Дело в том, что я заметил, что значительная часть пользователей World of Warcraft вообще не представляет, из чего складывается подписка World of Warcraft. Вернее, её количество. Мы знаем, что на текущий момент на Blizzard оформили подписку примерно 3,5 миллиона человек, однако мы плохо понимаем, насколько реально большой онлайн в игре. Зачастую пользователи путают понятие онлайна и, собственно говоря, количество подписчиков, считая, что в игре постоянно находится около 3,5 миллионов человек, что на самом деле правдой не является. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы поговорим на такую вот общую отдалённую тему. Кстати, здесь будет немножечко политики, потому что происходящее вокруг также сказывается на количестве подписчиков, и, к сожалению, пройти мимо этой темы физически невозможно. Так что, если вы вдруг из тех, кто на дух не переносит политику и происходящее вокруг мир, носите розовые очки и так далее, лучше заткните ушки или вообще закройте этот подкаст. Но вначале мне бы хотелось поговорить про моего постоянного спонсора. Как пела Нирвана в песне Black Batsy из своего нового альбома WoW Cirrus, ты похож на вирус. Что же такое этот WoW Cirrus? Первый и, по сути дела, единственный приватный проект на просторах СНГ, который умудряется воспроизводить на базе клиента 3,3,5 сотни новых активностей и десятки видов нового контента. Здесь рейды Бёрни Круссет адаптированы под 80-й уровень с наличием героического режима для ценителей. Новые локации, которые не встретишь нигде, кроме Сируса. Отлично сбалансированная PvP составляющая, в том числе и арена. И всё это при возможности поиграть за Нагу, Дворфа Чёрного Железа, Эридара или несколько других новых рас. Звучит интересно? Тогда загляните по ссылке в описании. Там вас ждут приятные бонусы для наиболее комфортного старта. А лично я, пожалуй, пойду попробую поиграть на Сирусе за третью фракцию. Удачи! Итак, что мы знаем на текущий момент? На текущий момент достоверно известно, что после событий прошлого лета, когда в Blizzard возник сексуальный скандал, значительная часть медийных персон из World of Warcraft ушла, как, впрочем, и значительная часть игроков. Через за этим появились новости о том, что онлайн Final Fantasy XIV начал резко расти. А я напомню, что Final Fantasy, японское детище, долгое время считалось главным конкурентом World of Warcraft, что связано со схожими механиками и геймплеем, а также довольно увлекательной сюжетной составляющей, которая привлекала игроков. В нашем сегменте эта игра не обрела большей популярности, потому что там банально нет локализации, да и вообще про вселенную Final Fantasy, честно говоря, слышали немногие. В период ее активного развития большинство наших игроков занимались совсем другими играми, и поэтому легендарного или культового статуса она не обрела. Так или иначе, но в Final Fantasy перешло значительное количество игроков, которые в данный момент проводят там время. Причем, если поначалу переход вылился в огромные очереди, то сейчас речь идет про то, что разработчикам Final Fantasy банально пришлось закрыть сервера для новых игроков, и более того, даже изъять продукт из продажи. Да, вы не ослышались, на текущий момент купить Final Fantasy XIV нельзя. Разработчики объясняют это огромным наплывом новичком, с которым они не в состоянии справиться, и у них физически нет желания на текущий момент принимать столь огромное количество пользователей в своей вселенной. Такая вот парадоксальная ситуация с точки зрения японцев. Благодаря такому росту аудитории, Final Fantasy считается сейчас самым популярным MMORPG в мире. Предполагается, что его активная аудитория составляет примерно 4,5-5 миллионов игроков, что примерно на миллион-полтора миллиона больше, чем у World of Warcraft. Однако, на самом деле, все еще сложнее, ведь аудитория World of Warcraft — это не 3,5 миллиона активных игроков. На самом деле, эти цифры гораздо меньше. И дело здесь вот в чем. Начать нужно с банального. Первое. Боты. Как бы странно это ни звучало, но в любом онлайн-проекте есть боты. В то время как в Final Fantasy они, в общем-то, не нужны, в том же New World без них обойтись было довольно тяжело. Более того, они прекрасно там работали и позволяли зарабатывать людям, а поэтому их количество составляло довольно серьезную часть от общей суммы онлайна. В World of Warcraft ситуация схожая. Если вы до конца не знаете историю ботоводства в World of Warcraft, вы можете посмотреть профильный ролик у меня на канале, который выходил больше двух лет назад. В нем было рассказано, что такое боты и как они захватили World of Warcraft. Поверьте, тема довольно серьезная, ведь речь идет про десятки, а то и сотни тысяч бот-аккаунтов. С течением времени массовые бот-аккаунты себя изжили, и долгое время считалось, что они в World of Warcraft не вернутся. Во всяком случае, на актуальной версии игры, а если бы точнее на битве за Азерот, массового наплыва ботов не было. Для вашего понимания, речь идет про ситуацию, когда боты были буквально на каждом шагу. Мне довелось это видеть в конце Пандарии и в начале Дрейнора, когда вы могли попасть на батлграунд, где вы были единственным живым человеком с двух сторон. Или же вы могли прибыть к Гундраку, где просто тысячи, а то и десятки тысяч ботов, беспрерывно заходили и выходили в него на фарм. Да, действительно такая ситуация была, и это была довольно внушительная проблема. В битве за Азерот, хотя на ботов и жаловались, но такой массовости не было. Все изменилось, как мне кажется, с приходом позднего классика, а также с приходом Shadowlands. В Shadowlands боты вновь обрели популярность, причем речь идет про некие крафтовые программы, которые не находятся в свободном доступе, и владеет им, наверное, небольшое количество игроков, которые, тем не менее, создают гигантское количество учетных записей. Схожая ситуация и на классических серверах. Вы можете прямо сейчас зайти в интернет и купить сразу несколько ботов, причем по вполне себе символичной цене, речь идет примерно про 4, может быть 5 долларов. Но все эти боты практически сразу отправляются в блокировку. Проще говоря, запустив их на аккаунте, вы практически сразу получите бан. Другое дело, что на официальных серверах Burning Crusade Classic сейчас присутствуют крафтовые боты, которые, опять-таки, недоступны простым смертным, недоступны в том числе и мне, поэтому я до конца не понимаю их принципов работы. Но эти боты позволяют не только зарабатывать золото в автономном режиме, но и позволяют читерить. Я думаю, многие видели ролики в интернете, где персонажи летают через текстуры, летают, собственно говоря, по небу на лошадях, летают пешком, зачищают инсты в прокачке, тоже передвигаясь под текстурами, на данный момент это является нормой для World of Warcraft, и это серьезная проблема. Причем здесь речь идет не про 5, 10, 20 тысяч учетных записей, а про сотни тысяч учетных записей. Ведь на том же Геннессе игроку World of Warcraft Classic удалось всего за несколько часов собрать перед Марадоном полтысячи ботов, и это только за одну фракцию на одном сервере. Вероятнее всего, если бы он провел там немножко больше времени, то этот показатель можно было бы разогнать и до более значительных цифр. Опять-таки, в интернете есть запись прямой трансляции гильдии Apes, где вы можете обнаружить колоссальное количество ботов, которое было продемонстрировано на китайских серверах. Речь идет опять-таки про сотни, а может быть даже и тысячи ботов, которые направлялись в Марадон в классические времена. В Берлинг Русейд ситуация схожая, но вместо Марадона уже фармят ботанику, или, грубо говоря, то же самое узилище. Соответственно, уже на этапе разбора бот-программ возникает вопрос, сколько же на самом деле реальных игроков World of Warcraft? И, как мне кажется, ответ будет очевиден. Сумма будет существенно ниже, чем может показаться. Да, вероятнее всего, на ботов не приходится миллионы учетных записей, но какие-нибудь тысяч двести вполне себе могут быть. Причем эти тысяч двести самовозобновляемые. А поэтому после блокировки они возвращаются практически сразу обратно в строй. Чему, кстати, способствует маркетинг Blizzard, который позволяет прокачивать персонажей практически до максимального уровня, или до максимального уровня, за средства непосредственно к ним в копилку. Теперь давайте поговорим про еще один источник подписки, который также приписывают к активной аудитории Blizzard, но который при этом не является онлайном World of Warcraft. Знаете, мне кажется, что если я прямо сейчас спрошу у вас, у кого из вас оплачена учетная запись, но вы давно не заходили в World of Warcraft, в комментариях точно найдется несколько человек, которые как раз находятся в такой ситуации. Как бы странно это ни звучало, но действительно в World of Warcraft есть люди, которые оплачивают свою подписку, но заходят поиграть в World of Warcraft пару раз в месяц. Причем речь идет не про игру в запой, вроде того, что ты зашел там 3-4 раза в месяц, но играешь с утра до вечера, а ты просто зашел, проверил почту, узнал, что ничего интересного не происходит, гонял на одно поле боя, на одну битву питомцев, поздоровался с друзьями, вышел и забыл про эту игру снова на месяц. И вы удивитесь, но таких игроков тоже довольно много. Да, для нашего русскоязычного сегмента это отчасти является феноменом, ведь наш сегмент, скажем так, не очень платежеспособный, поэтому людей, способных выкидывать деньги на подписку ежемесячно ради таких удовольствий не так и много, но, тем не менее, такой феномен присутствует. Да, нельзя говорить про его массовость, но людей, которые действительно следят за World of Warcraft в довольно пассивном режиме и заходят только ради обновлений, для того, чтобы посмотреть их на старте, сходить в LFR, сходить в новый LFG, потестить новые механики довольно много. При этом все остальное время они просто по умолчанию платят подписку и находятся в инактиве. Хороший пример такой ситуации, это 11 сезон в Катаклизме, который был очень сильно затянут, напомню, это был патч 4.3.4, который продлился больше полугода, а также Мертвый Драйнор, который привлекал игроков только на выход нового рейдового контента, в остальное время перед гарнизонами практически не наблюдалось игроков. Но есть и еще более феноменальная тема. Вероятнее всего, вы удивитесь, но в западном мире существует огромное количество людей, которые платят подписку World of Warcraft, но уже много-много лет не играют в эту игру. Да, как бы странно это ни звучало, но из-за разности доходов некоторые люди оформляют огромное количество подписок на различные сервисы. В той же Америке это является, в принципе, нормой. И при этом с течением времени они перестают пользоваться этими сервисами, но подписку не отменяют. Таким образом, сервис продолжает предоставлять им услуги и получать, собственно говоря, деньги. При этом, зачастую, даже не отправляя пользователю оповещения о тех или иных покупках. Для некоторых из вас это может прозвучать немного дико, но это довольно распространенная схема. Более того, на этом основаны некоторые скам-схемы в интернете. Возможно, вы слышали, что в Даркнетах продают как раз карточки, а также счета PayPal, которые вы можете купить и, собственно говоря, использовать их для покупки подписки на довольно длительный период времени. Мол, при большом желании вы можете оформить подписку на тот же Netflix практически пожизненно. Некоторые пользователи считают, что это такой, знаете, лотерейный билет, который можно приобрести и потом его перепродать. И некоторые люди так делают. Хотя на самом деле вся схема завязана носками. Вам просто передают чужие платежные данные, вы их оформляете, но человек об этом просто не знает или это ему неинтересно. Именно отсюда мы и знаем, что World of Warcraft существенное количество мертвых душ. Людей, которые уже много лет оплачивают подписку, но просто про это не помнят. Весьма вероятно, они уже даже не помнят, что когда-то играли в World of Warcraft или смутно представляют, что в нем происходит. Но тем не менее, деньги у них списываются. Из свободных источников мы знаем, что World of Warcraft за всю его историю поиграло больше 120 миллионов человек. Цифра скачет на отметке от 120 до 135 миллионов. И можно с уверенностью сказать, что при таких массах активных игроков в свое время, разработчики действительно могли обзавестись подписчиками, которые просто платят подписку, но даже об этом не знают. Можно ли говорить о том, что речь идет про сотни тысяч пользователей? Мне кажется, нет. Возможно, речь идет про несколько десятков тысяч, но это, тем не менее, довольно серьезные цифры. Учитывая, что World of Warcraft на текущий момент не имеет ни 16, ни 12 миллионов активных подписчиков, а всего 3,5 миллиона, что довольно мало. Более того, из-за слабой активности в тех же темных землях, онлайн на текущий момент снижается. Что мы имеем в итоге и почему это важно? На самом деле, это абсолютно не важно, это абсолютно бесполезная информация для рядового игрока, который не интересуется нюансами подписочной системы World of Warcraft и тем, насколько много игроков в этот World of Warcraft играет. Если вы преданный фанат игры, вы заходите в нее ради контента или ради каких-то механик, общения с друзьями, вам плевать, сколько людей на самом деле находится в игровых мирах. Однако, в последнее время, все больше принято мерить игры именно онлайном и сравнивать их между собой. А поэтому, как мне кажется, логично вспомнить про вот эти небольшие маленькие нюансы, которые зачастую упускает широкая аудитория из внимания. Опять-таки, еще раз повторюсь, 3,5 миллиона активных подписчиков это не онлайн игры, и онлайн гораздо меньше. Скорее всего, при таком количестве подписчиков Blizzard имеет плюс-минус 300, а может быть 400 тысяч онлайна. Весьма вероятно, что даже меньше, ведь контента в игре практически нет. Опять-таки, если вы зайдете на большинство серверов, как актуальных, так и классических, и просканите их с помощью специальных аддонов, которые позволяют увидеть количество игроков на сервере, так называемые аддоны-регистраторы, то вы заметите, что население зачастую не превышает отметку в тысячу игроков в онлайне в данный момент, что является довольно маленькой и символичной цифрой. Впрочем, если на темных землях это незаметно благодаря кросс-серверным функциям, то на том же Burning Crusade это очень сильно ощущается. Зайдите на тот же самый русскоязычный сегмент, и вы поймете, что играть на текущий момент возможно только на Пламегоре, и отчасти хроме, в то время как Рок де Лар, Змей Талак и Вестник Рока нет живых пользователей. Кстати, еще один очень важный и любопытный факт. Я уверен, что в комментариях найдутся игроки, которые приведут мне в пример статистику с сайта Ironforge, который показывает онлайн на серверах Burning Crusade Classic и скажет, что на самом деле онлайн в Burning Crusade довольно большой. Так вот здесь есть небольшая правка. Сайт Ironforge.pro с приходом Burning Crusade Classic изменил систему отслеживания количества активных игроков. Если раньше они выводили средний онлайн за неделю путем суммирования логов и примерного прибрасывания сколько игроков находится на серверах, то теперь они просто суммируют количество людей, которые просто прошли рейд за эту неделю. При этом вы должны понимать, что в эти показатели входят твинки, но при этом в них отсутствуют игроки, которые занимаются PvP или качаются. Именно поэтому статистика показывает общее количество пользователей, и допустим в случае Пламегора речь идет примерно про 20 тысяч активных игроков. Надо сказать, что это довольно большая цифра, тем более для русскоязычного сегмента, который все больше и больше стагнирует последние годы, а после последних событий, которые разворачиваются вокруг нас, онлайн так и вообще пошел на спад. Тем не менее, эти 20 тысяч на самом деле являются, может быть, пятью тысячами онлайна, что, кстати, является довольно комфортным показателем для игры на классических серверах. Кстати, в начале ролика я сказал, что нам придется задеть немного политическую обстановку в мире и, собственно говоря, происходящие в СНГ вещи. Как вы уже знаете, я недавно проводил прямую трансляцию у себя на канале, и, собственно говоря, в шапке закрепил информацию по своему отношению к происходящему, и да, я, мягко говоря, ее осуждаю, потому что все, что происходит, ни для одной стороны, как по мне, не является нормой, и это явно не является победой ни для россиян, ни для белорусов, ни для украинцев. Гибнут люди со всех сторон, и с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Война всегда остается войной, я думаю, все играли в Fallout, и вы все знаете, что war never change. Однако на текущий момент, из-за происходящего вокруг нас, усугубляется ситуация и в игровом пространстве. Именно про это мы будем вести беседу на текущей неделе, а также на наступающей. Очень много происходит всего, что вы, возможно, не замечаете за огромным новостным фронтом политических событий, а также военных действий. Однако об этом позже. Сейчас вы должны понимать, что в самом World of Warcraft проходят действительно критические изменения. Во-первых, мы видим серьезный отток игроков. Более значительного оттока в русскоязычном сегменте не было никогда. Даже выход катаклизма настолько сильно не убивал количество активной аудитории, как то, что сейчас происходит вокруг нас. В некоторых державах проходит мобилизация, в некоторых беженцы, в некоторых эвакуация, в некоторых люди переезжают, в некоторых люди призываются в армию. Тема неприятная, но влияющая на онлайн. К примеру, мой френдлист в Дискорде похудел примерно на три четверти за прошедшую неделю. И да, люди действительно заняты в военном конфликте и им не до игры. Возможно, вы уже слышали, но Твич заблокировал русскоязычные карты. И на текущий момент российские блогеры не могут монетизировать свой контент на Твиче, никак кроме рекламы. Это же в скором будущем должно коснуться и Ютьюб. Вроде как нам должны отключить монетизацию, если вы живете в России. Точнее, монетизация будет, но выводить средства с Ютьюб не выйдет. Так вот, в отличие от многих других игровых сфер, данные новости очень сильно сказываются на блогерах. Ведь аркрафт-блогеры получают существенное количество доходов, как раз, собственно говоря, от монетизации. Нужно заметить, что это очень сильно ударит по происходящему в игре. Ведь многим из нас, о боже, действительно придется идти на завод. Я, кстати, из Беларуси, мне пока не придется. Но в перспективе тоже пойду. Уход блогеров всегда несет с собой негативные последствия. Вы могли видеть это прошлым летом, когда из World of Warcraft ушла вся активная тусовка. Игра фактически лишилась пассивного продвижения в массах на том же Twitch и YouTube, что очень сильно ударило по количеству активных игроков. Более того, блогеры увели с собой значительную часть пользователей. В русскоязычном сегменте блогеры пользователей с собой не уведут, ведь и так большинство пользователей русскоязычного сегмента работают на заводе. Фитьха. Однако с продвижением точно наметятся проблемы. С другой стороны, нужно задать себе вопрос, а требуется ли это продвижение вообще? Потому что в текущих условиях абсолютно непонятно, что будет через неделю и что будет через месяц. Если конфликт в реальном мире продолжится, весьма вероятно, что скоро мы увидим окончательный закат русскоязычного сегмента в World of Warcraft. Ведь играть в него будет банально некому. Я уж молчу про такие нюансы, как курсы двух рублей по отношению к доллару и перспективный рост подписки в World of Warcraft. Уже сейчас в сообществе ходят слухи о том, что Activision планирует поднять к концу мая стоимость подписки до 1300 рублей. Опять-таки, это только слухи, поэтому не принимайте их на веру. Но знаете, когда последний раз ходили подобные слухи, подписка выросла до 650 рублей с прошлой отметки. И здесь уже нужно задать логичный вопрос. Зарплаты, как вы знаете, у нас не любят расти пропорционально ценам. Сможем ли мы платить эти самые 1300 рублей за подписку в World of Warcraft? И нужно ли будет многим знать платить такие деньги за, собственно говоря, эту игру? Что в конечном итоге тоже, скорее всего, повлияет на онлайн. В общем, как мне кажется, выпуск получился довольно объемный, местами довольно печальный, а местами довольно интересный. Я надеюсь, что эта информация была вам полезна. Но прежде чем вы закроете этот подкаст и пойдете строчить свой комментарий под видео, мне бы хотелось объявить одну очень важную вещь. Как вы знаете, на моем канале прямо сейчас происходит розыгрыш 50 тысяч российских рублей. Еще неделю назад это были совсем другие деньги, но, тем не менее, сумма все равно все еще остается более-менее внушительной. И в ее розыгрыше все также можно принять участие. Проходит розыгрыш у меня несколькими частями. Он проходит одновременно и на YouTube, и в Discord, и на Twitch. Discord, кстати, в прошедшее воскресенье стартовал розыгрыш подписки на 2 месяца. Так что, если что, можете добавиться и принять участие. Там нужно сделать всего 1 клик. На Twitch же каждый день с понедельника по пятницу с 10 до 10 также проходят розыгрыши подписки в довольно больших и внушительных объемах. В этом же ролике мы также по традиции проведем розыгрыш подписки. Что от вас требуется? Лайк, любой цензурный комментарий и подписку. Делайте 3 этих простых действия. 7 марта заходите на прямую трансляцию Twitch и смотрите результаты. Если лень смотреть в прямом эфире, заходите ко мне в Discord и смотрите результаты там в виде клипов. Максимально простой принцип. Выберем 2 победителей, вручим им по 1 месяцу игры или по 650 рублей. Кому как удобнее. На этом, с вашего позволения, я заканчиваю подкаст. Ведь мне нужно отправляться делать еще одно видео на неделю. А вам я желаю успехов в розыгрыше, мирного неба над головой и до связи.